У нас вопросы к куратору, будем сейчас вызывать. Хорошо, будем вызывать куратора и я делаю запрос в энергиоинформационном поле и прошу прийти в нашу комнату диагностики куратора Лесю, куратора Эльвины. Один, два, три. Куратор Эльвины, придите, пожалуйста, к нам в комнату диагностики. Она здесь, Леся. Леся, я прошу прощения, да, Леся, уважаемая Леся, приветствую вас. Уважаемая Леся, я прошу прощения, у нас в прошлый раз случилась техническая проблема. Весь наш разговор, который мы с вами проводили, не записался, поэтому мы ничего не смогли передать, кроме моих слов, вашей подопечной Эльвине. Я буду вынужден вас попросить еще раз о проведении еще одного сеанса и, возможно, еще раз ответить на эти все вопросы, если вы не возражаете. Я с удовольствием отвечу. Мало того, я знаю, что Эльвина пыталась связаться со мной. Вот как? Отлично. Значит, если она это пыталась и вы это услышали, она уже на полпути к вам. Замечательно. Хорошо, Леся, я начну тогда с первого вопроса, как мы уже начинали, и тем не менее. Первый вопрос. Что именно значит осознанность и какими методами мне лучше всего ее развивать? Осознанность – это развитие духовности путем поднятия вибраций до уровня любви и понимания. Благодарю вас. Развивать, поднимать свои вибрации на определенный уровень и не спускаться ниже. Постепенно, получая разную информацию и развиваясь, вибрации будут повышаться. Соответственно, будут меняться эмоции и реакции. Ты сама будешь понимать это и видеть в себе. Благодарю вас, Леся. Второй вопрос. Расскажите, пожалуйста, о кармических узлах, которые я уже прошла в этой жизни, из-за чего я вообще решила поставить их в качестве узлов на это воплощение и как именно я их прошла. Что я для этого сделала в скобках? Я лишь могу сказать, что у тебя два кармических узла пройдено. Впереди четыре. Четыре, которые ты установила. Но вполне возможно, ты остановишься на трех. Благодарю вас. И зависит от тебя, какой путь ты выберешь дальше. Будущее многовариантно. И зависит, конечно, от ее выбора. Так и будет развиваться будущее. Пути, которые ты прошла, кармические узлы, это были твои решения основные, принятые тобой, от которых изменялась твоя жизнь. Благодарю вас, уважаемая Леся. Я не могу их комментировать, так как это были твои личные решения. Я перехожу к следующему вопросу, с вашего позволения. Пожалуйста. Как мне отличить правду от лжи? Истинные знания от ложных, темные эгрегоры от светлых, чтобы не попадать в ловушки темных? Ты не сможешь отличить черное от белое, не зная оба эти цвета. Собирай любую информацию. Слушай свое сердце. Слушай то, что отвлекается в тебе. Не обязательно все сразу принимать близко. Контролируй, изучай, анализируй. Я от тебя добавлю одно слово. Фильтруй эту информацию, если вы позволите. Не думаю, что она поймет, что такое фильтруй. Сперва нужно набрать информацию, а потом фильтровать. Это верно. На основании сравнения. Скажите, уважаемая Леся, может ли ее сердце лгать, если оно ей подскажет правильный ответ в какой-то ситуации? В самой глубине нет. Все. Вот и ответ на все вопросы, уважаемая Львина. Потому что это твоя суть. Конечно. Доверяйте своему сердцу, слушайте своего сердца, не свою голову, а именно свое сердце. И оно никогда вас не приведет в какие-то неприятные ситуации, когда вы не сможете различить. Даже если это приведет к разочарованию. Ты должна понимать, что твоей ошибки там не было. Потому что ты все делала от сердца. Замечательные слова. Благодарю вас, уважаемая Леся. Я перехожу к следующим вопросам. Где и когда родилась моя душа, и в чем ее особенности и предназначения? Я бы хотела добавить по прошлому вопросу. Что даже если приведет к разочарованию, твоей вины нет. Так как ты сделала по своему сердцу. И прими это как урок, а не как разочарование. Если такое случится. Но ты всегда будешь знать, что ты сделала от сердца. И там нет черноты. Замечательный совет. Благодарю вас, уважаемая Леся. Теперь я перейду к следующему вопросу. Твоя душа сплеят. Ей 27 тысяч лет. Отлично. Замечательно. Высшее Я у нас так и находится на 12 уровне. Я уже спрашивал этот вопрос. Совершенно верно. 12 уровня Высшего Я. И давайте еще два слова расскажите, пожалуйста, об этой самой интересной теме. О ее прошедшей жизни, которая прошла в Египте. в 1500-х годах. Прочитай, пожалуйста, вопрос. Дай со следующим вопросом. Мы еще вернемся к этому. В чем причина моего биполярного расстройства, которое началось три года назад? Каждый год, из-за которого я попадал в психонервологический диспансер. Возобновится ли это состояние еще раз? И что делать, чтобы излечиться? Тебе нужно научиться гармонизироваться. Гармонизировать душу и тело. В душе иногда некомфортно. Прошлые жизни напоминают о себе. Это называется генетическая память? Или как правильно описать? Прошлые жизни напоминают о себе? Да, иногда они всплывают в голове. Но ты не понимаешь, что это информация. Она хранится в твоей генетической памяти. Тебе помогут энергии плеяд. Держи их внутри, как стержень, который будет удерживать тебя в этой жизни. Я добавлю, что вы, Лесе, уже активировали эти энергии, плеяд в ее биополе, в нашей первой встрече. Она просто не в курсе. Я повторю это сегодня. Хорошо. Я перехожу, с вашего позволения, к следующим вопросам, если мы с этим закончили. Продолжай. На каких планетах моя душа уже воплощалась? И как это влияет на мое данное воплощение на Земле? На данное воплощение на Земле никак не влияет. Душа набиралась опыта на разных планетах, например, на Марсе. В данной жизни на Земле ты набираешься земного опыта. Лиза, позвольте вас спросить, какой опыт, например, для меня это тоже будет новое, я не знаю, как ответить на него, какой опыт набрала, например, ее душа на Марсе? Чем там заняты души? Я понимаю, они получают какой-то опыт, но это другой опыт, который несопоставим с Землей. То есть там какие-то идут свои учения, правильно? Совершенно верно. Понятно. Хорошо. Это энергии определенные, которые дают душе определенные вибрации. С вибрацией приходит понимание глобального космоса. Глобального космоса. Я могу предположить, что жизнь на Марсе существует в другой плотности, чем на Земле. То есть, соответственно, там совсем другие возможности. Совершенно верно. Но я не могу сейчас так быстро ответить на этот вопрос. Мне нужно переключаться туда и подключаться к планете Марс. Прошу прощения, Лейся. Я не буду вас вводить в эту ситуацию. Мы хотели ответить на этот вопрос. Это было мое уточнение, поэтому вам не нужно это делать. Благодарю вас сердечно за этот ответ. Я перехожу к следующим вопросам. Какой вид отдыха для меня наиболее полезен, эффективен, как для физического тела, так и для тонких? Для тебя очень полезен здоровый сон. Второе. Для тебя полезен свежий воздух. Я имею в виду горы. Может быть, нежные горы. Чистый воздух. Я прям слово услышал. Кристально чисто. Совершенно верно. Благодарю вас, уважаемая Лейся. О, мысли формы вы отлично умеете посылать. Я даже их на земле здесь ловлю. Хорошо. Следующий вопрос. Восьмой. Есть ли у меня какая-то особая связь с Египтом? В этом воплощении я жила несколько лет там и чувствовала себя как дома, хотя родилась в Татарстане. Интересно, почему? И следующий вопрос, если вы позволите, я сразу зачитаю, потому что он имеет отношение к этому вопросу. Для чего мне был дан парень по имени Луай Саед Захарея? И прошла ли я все уроки с ним? Очень много прорабатывала наши с ним отношения и обрывала связи. Но все равно как будто осталась привязка. Я закончил. Связь с Египтом есть. И с Захареей тоже. Ты родилась в Египте в 1526 году. Немножко поправлюсь. Ты родилась раньше. В 1526 году ты уже имел определенный пост. Тебе было 20 лет, и ты был приближен. Ты был мужчиной приближен к тогдашнему правлению, правительству. И времена шла война с Персией. Тебе нравилась работа в правительственных делах, торговле. Договариваться с Персами. И принимать серьезные решения в политической жизни. У тебя была девушка, которой ты не мог создать семью из-за своей привязанности к дворцу. Можно сказать, что ты дурил ей голову, как вы говорите, потому что ты не мог отпустить и не мог жить вместе с этой девушкой. Лучше сказать, не хотел оставить или сократить свою работу. И считал, что она недостойна тебе. Тем не менее, я постоянно возвращался к ней. Те отношения перенеслись на сегодняшнюю жизнь. Только теперь ты женщина, а он мужчина. Скажите, Леся, как закончилась та жизнь, где она была мужчиной? Они расстались. И как они прожили остаток жизни? Жалел ли она или он? Он жалел в конце жизни. Понятно. Хорошо, Ильвина, вы услышали ваш ответ на ваш вопрос. Я скажу, почему жалел. Потому что в политической жизни Египта его обвинили в конце в неправильных решениях. Ему некогда было идти. И он понимал, что сколько бы он ни делал, в конечном итоге он остался разочарован. Понятно. Это, я понимаю, стало поводом для кармического зла в этой жизни. Потому что какие-то опыты должна была душа вынести из этой ситуации. И в следующей жизни это как-то улучшить, воплотить, решить эту проблему. Он был разочарован в своем государстве, в действиях по отношению к нему. И понимал, что он потерял любовь всей своей жизни ради этого. Кошмар. Это действительно ужас. Благодарю вас, уважаемая Леся. И давайте я последний вопрос задам. Какую музыку мне слушать безопасно. В плане того, чтобы не подключиться к эгрегору и не впустить в себя сущность. Сама можешь это чувствовать. Определенный диапазон вибраций. Тех, которых приятно тебе. Завышенные, заниженные вибрации ты прочувствуешь сразу. Они будут влиять. Тебе захочется выключить. Абсолютно верно. Это называется слушай свое сердце, слушай себя. И на бессознательном уровне ты получишь сразу уже ответ, не включая логику. В этом плане она здесь не нужна. Если музыка неприятна, она вызывает раздражение. Абсолютно верно. Здесь больше добавить нечего. Уважаемая Леся, последний вопрос. Какой процент негативной энергии она набрала? И мы закончили с вопросами. 17%. 17%. Чистая душа. Это очень мало. Мы очень много людей встречали. 17% это действительно мало. Хорошо, уважаемая Леся. Благодарю вас сердечно за эту новую встречу. Мы очень рады по-любому. Вы хотели активировать ей еще энергию. Еще раз запустить их по кругу. Энергии плеят. Это был бы самый лучший момент. Совершенно верно. Но они опять выставляют ладошки друг напротив друга. Руки поднимают. И пошла энергия. Эльвина, у вас есть вопросы к вашему куратору? Или вы все понимаете? Она говорит, что мне нужно переосмыслить это все на физическом уровне. Это одно. И второе, что мне нужно подумать, как мне развиваться дальше. Замечательные слова. Именно этого мы хотели добиться. Она говорит, что прекрасно знать, что у меня есть такие энергии внутри. Это дает мне спокойствие. Плеядеанцы своих не бросают. И защиту. Конечно. У вас мощнейшая защита. Вы просто не умеете ей еще пользоваться. Готово. Благодарю. Отлично. И, Верочка, в твоих руках появляется большая в этот раз корзинка с самыми вкусными ягодами на земле. Один, два, три. Уважаемая Леся, я надеюсь, в прошлый раз, когда мы передали вам эти ягоды, они вам понравились. Позвольте вам преподнести новую порцию, если вы не возражаете. Для вас, для друзей. Это очень интересный подарок. Я с благодарностью приму его. Отлично. Отлично. Благодарю вас, уважаемая Леся. Примите, пожалуйста. Мы посылаем вам искреннюю энергию благодарности от Эльвины, от меня и от Веры. Я не говорю опять. В этот раз прощайте. Я благодарю вас за встречу. И я всегда на связи. И привет Плеядам передавайте от нас всех. Благодарю. Благодарю вас, Верочка. Рассинхронизируйся. Леся ушла. Хорошо. Эльвина, будем возвращать вас назад в ваш биоробот. Сеанс мы провели. Вы работаете над собой. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Эльвины в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой изделеньки головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Я на месте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok